Когда мечта всей жизни вернуться домой. В Украине, по данным Министерства социальной политики, миллион шестьсот пятьдесят тысяч переселенцев. Эти люди бежали от войны. Многие из них до сих пор не прижились на новом месте, особенно в глубинках. У них нет денег, крова и работы. Как выживают в нечеловеческих условиях, выяснял Ростислав Сысоев. Они бросили все и уехали в никуда. Более миллиона переселенцев третий год борются за право жить в человеческих условиях. Мы оторваны от всей жизни. Ее просто нет. Вот недавно бабушка умрала и поехать как бы просто попрощаться не смогли. Семья Ветровых сбежала из Донецка летом четырнадцатого года. Тогда их поселок Трудоцкие обстреливали круглосуточно. Повылетали полностью окна. Отошли стены. Поэтому с детками там жить очень тяжело. Лариса, многодетная, одинокая мама, теперь с тремя детьми живет в Волновахе. Снимает двухкомнатный дом. Условия полевые. Воду восемь. Вот через три дома. Пока принесешь воды. Руками стираем, потому что нет ничего. Туалет на улице, как бы газа нет. Дров нет. После развода родителей в семье осталось два добытчика. Десятилетний Влад и его старший брат Игорь. Они пришли в лес за дровами. Кабаны тут есть дикие. Могут быть и растяжки. И еще белые. Но парни знают, что у мамы нет денег на уголь. С зарплатой в 800 гривен бывает, что даже хлеб купить не за что. А социальные пособия получают с задержкой. В лесу еще много сухих веток. Важно сейчас сделать запас на зиму. Уже через пару недель бесплатное топливо разберут соседи. Мы с братом идем в посадку, рубаем дрова, чтобы маме было зимой тепло. За час собрали достаточно дров, но сразу все не увезти. Старенький велосипед постоянно ломается. Дома Игоря и Влада уже ждут. Младшая сестра, мама и горячий ужин. Мама, вот и я. Дрова из леса сразу отправляют в печь. Собранного хватит на пару дней. В этот домик семья переехала два дня назад. Еще не успели разобрать вещи, а кошкам придумать имена. Все вместе ютятся в одной комнате и мечтают вернуться в Донецк. Но пока это невозможно. Проехать через линию разграничения, как пересечь государственную границу. Мы с мужем в разводе, я не могу у старших деток вывезти туда. Мне надо обязательно от него разрешение. Поэтому, ну я его не могу найти. Он не выходит на контакт. Дом в Волновахе уже третий по счету. До него было временное убежище в Новомихайловке. Это в нескольких километрах от линии соприкосновения. Там по-прежнему остаются более ста переселенцев. Перебои с электричеством в Новомихайловке бывают часто. Андрею 13 лет. До войны учился в музыкальной школе. Играл дома. Любимый синтезатор взял с собой. Его на девятилетие подарила мама. Но когда нет света, инструмент замолкает. Связи не было пять дней, а света два. Ну и обстрелы тоже были. Света не было. Часто. Филипповы приехали из Славного два года назад. Оставить полуразрушенный дом вынудила смертельная опасность. Дети несколько раз попадали под обстрелы. Как бежали, запомнили на всю жизнь. Я вот тоже видела, как перевозили вещи. На грузовике с дома вещи в Новомихайловку. Стреляли. Мы уже привыкли. А вот разбитые там заборы. Грузовик побитый. Там дома были все разбиты. К новому месту так и не привыкли. До сих пор не хотят разбирать вещи. Все ждут, когда появится возможность вернуться домой. Здесь обреченная жизнь. Мы не живем, мы существуем. Да, спасибо, что люди нам помогли, но мы оторваны от всей жизни. Ее просто нет. В Новомихайловке малообеспеченной семье подыскали бесплатное жилье. Внутри дома сквозняки, снаружи трещины и дыры. Подкова – это на счастье, чтобы хотя бы здесь нас сохранило Господь Бог. Потому что уже не знаешь, куда бежать на самом деле от всего. Это очень тяжело. Трудности испытывают миллион шестьсот пятьдесят тысяч украинцев. Столько в стране переселенцев. И это только по официальным данным. Но если в столице и областных центрах есть хоть какая-то возможность выжить, то в селах вблизи линии фронта многие остались один на один со своей бедой. Без жилья, работы, денег. В очередном докладе ООН этому посвящены десятки страниц. ООН констатировал многочисленные нарушения. Рекомендовала прекратить привязку выплаты пенсии и социальных выплат к месту проживания. Решить вопрос с жильем и компенсации за разрушенное жилье. Украина несет ответственность за своих граждан, которые остались на неподконтрольной территории. Поэтому выплачивать пенсии, выплачивать социальные выплаты правительство обязано. Права украинцев нарушают и при пересечении пунктов пропуска, говорят правозащитники. А последствия таких ограничений самые разные. Инна Филиппова из Новомихайловки могла остаться без высшего образования. В 2014 году не смогла проехать в Донецк на экзамен в медицинский университет. Говорит, не пропустили из-за возможных обстрелов. Тогда первокурсницу отчислили. Пришлось заново поступать, но уже в Винницкий вуз. Сказали, если ты не приедешь, то уже не будешь отчислиться в университете. Ну и пришлось уйти. Сегодня для миллионов переселенцев и жителей зоны боевых действий единственная надежда на гуманитарные организации. Уже третий год волонтеры штаба Ахметова доставляют продукты мирным людям по обе стороны линии разграничения. Всего роздано 10 миллионов 900 тысяч наборов выживания. Ренат Леонидович, мы очень благодарны. И моя семья, и люди, которые односельчане, они тоже просили меня передать вам привет. Большое поздравить вас с Новым годом. Ух ты. Ух ты, да? Берите по конфетке. Рената Леонидович, я благодарим очень. Большое вам спасибо, что он нас не забывает. Помню о своих земляках. Спасибо. Десятки тысяч переселенцев остаются в Мариуполе, Бахмуте, Покровске, Курахово, Светогорске и еще сотнях полуразрушенных городов и сел на самой линии фронта. Штаб Ахметова продолжает поддерживать таких людей, пока в этом есть необходимость. Из Донецкой области Ростислав Сысоев, Евгений Якунин, Алексей Бова. События недели.